друзья добрый день добрый день вижу появляются слушатели меня зовут тамара давайте подождем пока нас наберется чуть-чуть побольше буквально минутку и я уже представлюсь и расскажу про себя и про сегодняшнюю тему про сегодняшние темы которые мы будем обсуждать давайте буквально минутку а пока в комментариях вы можете кстати в сообщениях это мой первый раз поэтому если что-то пойдет не так я думаю но пойдет не так постараемся не нервничать поэтому сообщениях можете пока проставить реакции поздороваться написать кто откуда из каких городов еще такой вопрос напишите пожалуйста кто работает еще и в сош и вообще кто работает с детьми очень интересно посмотреть так сердечки вижу комментариев не вижу но посмотрим так ну я думаю можно приступать к знакомству сейчас процессе мы сориентируемся я надеюсь еще раз меня зовут тамара я сотрудничаю с школой skyeng я являюсь амбассадором sky teach что очень радостно потому что как оказалось вести свой блог очень интересно преподаю более 12 лет у меня есть опыт преподавания как и в лицей то есть непосредственно связь идет сош так и в онлайн сфере также я работала за границей поэтому сегодня когда мы будем обсуждать первую тему я как раз таки немножко поделюсь опытом и своими наблюдениями давайте перейдем к первой теме первая тема хотелось бы сегодня поговорить про буллинг вообще это первая у нас такая трансляция честно у меня нет заготовленного текста формат будет такой что мы будем с вами обсуждать самые горячие новости и горячие темы обсуждений по прошлой неделе по результатам прошлой недели я здесь выражаю исключительно свое мнение но я открыта к вашему поэтому то есть вступать в диалог это будет очень интересно посмотреть все истории как знаете в начале фильмов все истории основаны на реальных событиях но все имена изменены персонажи вымышлены поэтому в общем будем делиться опытом и обсуждать самые захватывающие темы в образовании по прошедшей неделе откуда я беру эти темы ну прежде всего это анализ блогов это анализ ресурсов для преподавателей разных предметов то есть это не только мы будем говорить про английский язык здесь и не только про методику также я беру эти темы исходя из комментариев и вопросов и вопросов в своем блоге и из комментариев и опять же вопросов которые приходят в личку первая тема это буллинг как я уже назвала буллинг как проблема буллинг почему он появляется как бороться с буллингом все эти темы мы обсуждали на этой неделе и в принципе на прошлой неделе в принципе эта тема актуальна всегда я нашла некоторые цифры я поделюсь я не писала речь но я нашла некоторые материалы и так по данным всемирной организации здравоохранения в россии с буллингом травлей в школе сталкивается 23 процента девочек 27 процентов мальчиков возрасте 11 лет это очень много если раскидать эти цифры в среднем то получается что буквально в каждом классе есть такое явление как буллинг и в принципе я немножко себе позволила посмотреть в среднем по странам это число достаточно усредненное то есть это не какая-то уникальная проблема уникальной территории нет это средняя цифра по миру и так что такое буллинг вообще очень многие преподаватели очень многие родители путают буллинг с конфликтом буллинг это не открытый конфликт именно поэтому его так трудно идентифицировать и вообще понять что он есть буллинг это как раз таки закрытая травля когда ученика затравливают и как правило это делается так чтобы учитель не видел чтобы родители не видели есть элемент запугивания чтобы ребенок не рассказывал родителям так как может стать еще хуже и принципе ребенок это чувствует и сам он это понимает форма скрытая и здесь нужно понимать что как раз таки наверное это и дает преимущество по вычислению буллинга как мы можем как преподаватели понять что ребенок столкнулся с буллингом я сейчас говорю именно про преподаватели которые работают в школах которые видят класс или группу в целом если с ребенком не разговаривают если на комментарии этого ребенка или на вопросы какого-то конкретного ребенка как правило не отвечают это один из признаков буллинга то есть простое бойкотирование следующий принцип это признак это когда ребенка высмеивают как понять что это буллинг это в принципе здоровая атмосфера в классе если кто-то что-то сделал смешно и все посмеялись нет это если ребенок делает какую-то ну имеет какую-то отличительную черту или отличительную какую-то привычку например он всегда начинает ответ с одного какой-нибудь какой-нибудь фразы или слова или у него есть какая-то характерная фраза или высказывание если начинают смеяться это тоже признак буллинга кстати вот это это не только это не только мои мысли и наблюдения я почитала информацию по этой теме именно то что пишут психологи то есть это не просто мои рассуждения основанные на каких-либо моих мыслях также следует понимать что буллинг в нынешнее время не ограничивается дверью класса или дверью школы он переходит в кибер буллинг и мы понимаем что ребенок находится под постоянным давлением под постоянным прессингом кибер буллинг это когда его начинают травить в соцсетях в каких-то группах класса в чатах это все достаточно легко отследить по вот таким вот признакам как раз таки не открытым признакам что здесь нужно понимать мы все росли с фразой что дети жестокие дети злые и в принципе это нормально это ненормально и да дети жестокие дети злые но это травля на ненормально и рассчитывать на то что ну пусть у ребенка школа жизни значит дальше ему будет проще это неправильный расчет и я здесь говорю не только при преподавателей но и про родителей потому что родители тоже могут видеть замечательные эти признаки буллинга в школе если ребенок приходит домой и он не хочет разговаривать про школьные дела даже про оценки если ему всячески неприятна эта тема и ребенок показывает что ему неприятно об этом говорить если мы не видим действительно какой-то активной дружбы с одноклассниками то есть именно какого-то общения если он только рассказывает что у него все хорошо в школе не переживай у меня есть друзья нет это тоже признак буллинга часто дети неохотно делятся с родителями или с учителями этой информации первый первая причина это то что некоторые дети запуганы вторая причина потому что стыдно потому что к сожалению есть в обществе такое понятие что жертва зачастую виноваты сами нет это не так и мы должны помогать детям и родители здесь тоже должны обращать внимание на то каким возвращается ребенок из школы должен интересоваться не только оценками но и классной жизнью и здесь конечно же должен быть контакт с классным руководителем или с одним из учителей предметников такое зачастую распространено когда с классным руководителем у родителей контакта не происходит но он есть предметником у меня такое было и не один раз и в принципе это нормально и так что здесь может сделать учитель если вы заметили признаки буллинга я расскажу то что я вычитала у психологов и потом поделюсь тоже своим опытом очень интересным как поборолись с буллингом в китае лично в моем классе рекомендуется для начала не заострять проблему потому что действительно лучше не бросать все силы на ее решение если это дети средней школы то мы можем с ними посмотреть фильм чучело посмотреть и обсудить это рекомендация психологов этот фильм одобрен для просмотра обсудить порой у детей нет понимания того как чувствует себя другой человек они просто не анализируют эту ситуацию нужны мы как преподаватели мы не только предметники мы педагоги мы должны учить детей жизни учить детей взаимодействия учить детей как общаться в социуме как себя вести в социуме это очень важно для детей младших классов рекомендуется тоже посмотреть фильм или допустим прочитать какую-нибудь сказку обсудить как чувствует себя персонажи то есть это все можно сделать через литературу с детьми старшей школы действительно можно выходить на прямой разговор лучше всего не делать это в группе лучше всего вызвать отдельно агрессора это тоже мысль которую дают психологи именно и отдельно поговорить с жертвой и уже урегулировать эти моменты но есть такая тоже вычитала интересную информацию про то что мы очень часто обращаем внимание только на жертв но прежде всего стоит обратить внимание на агрессора потому что агрессор это делает тоже не просто так там есть психологические причины которые кроются где-то в детстве которые кроются во взаимоотношениях с родителями и следует поговорить прежде всего с агрессором и с его родителями я прочитала тоже вот сейчас зачитаю информацию которую предоставляют психологи к сожалению каких-то универсальных советов и лекарств от буллинга не существует тут все индивидуально зависит от множества факторов мотивы личной жертвы обстоятельства вокруг как папа показывает статистика попытки жертвы как-то улучшить изменить свою неправильность мало к чему приводят так как практически всегда буллинг начинается из-за простого желания и так далее дальше это не совсем интересно ну тут просто идет перечисление по наблюдениям я провела анализ и я в принципе проанализировала своих учеников которые уже выросли которые сейчас только начинают в открытую говорить о том что где-то присутствовал буллинг нельзя провести какую-то параллель что буля только детей с какими-то отличительными особенностями или буля детей по социальному статусу или еще по каким-то другим причинам жертвой буллинга может стать абсолютно любой человек каких-то параметров здесь нет и быть не может в принципе большинство психологов информацию которую я посмотрела это подтверждают что здесь не может быть какой-то таблетки что хотелось бы сказать от себя да действительно методов решения очень много но очень часто в школах особенно в сош я никак не критикую сейчас действия сош никак негативно их не комментирую но это просто мое личное наблюдение очень часто как какие меры происходят идет разговор с агрессором идет разговор жертвой возможно где-то подключат психолога и дальше проводится классный час по теме и все на самом деле это только первый шаг вот эти все перечисленные шаги это только первый шаг дальше педагоги причем не только классный руководитель а в принципе все взрослые которые работают с этим классом с этими детьми включая родителей включая руководство школы должны проводить особенно усиленную работу должен быть анализ того как меняется отношение к этому ребенку в классе потому что буллинг может просто после всех этих мер действительно перетечь за пределы школы и даже обостриться обостриться на кибер пространстве поэтому очень важно чтобы это была не разовая акция очень важно продолжать проводить классные часы по этой теме продолжать беседы с агрессором и продолжать беседы с жертвой буллинга поэтому формулировка которую мы очень часто слышим это тихий мальчик тихий хороший мальчик это уже тревожная формулировка и это сигнал для взрослых людей которые находятся в окружении этих тихих мальчиков и тихих девочек как раз таки к действию мне понравилась очень работа одного психолога европейского где он писал какие же действия должны делать родители прежде всего очень важно занять ребенка найти какое-то хобби отправить ребенка на какие-то курсы дополнительные на какие-то дополнительные задания он написал очень интересную формулировку что если проследить всех жертв буллинга то это дети с низкой самооценкой независимо от их статуса независимо от финансового положения самооценка может быть низкая при разных условиях и прежде всего надо поднять самооценку ребенка потому что когда ребенок начнет себя оценить в какой-то момент он может просто перестать обращать внимание и перестать давать вот эту реакцию жертвы для агрессора и к нему пропадет интерес вот это очень интересная мысль я поделюсь опытом как побороли буллинг буквально за три минуты в просто за 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 по щелчку пальцев я работала с детьми у меня была группа малышей и там были дети разных возрастов я считаю разные я считаю это дети разных возрастов потому что у нас был один мальчик ему там что было около трех лет всем остальным там кому четыре кому пять то есть они такие гипер начинающие были и вот этот мальчик самый маленький который я как сейчас помню его звали джинбао и он подошел ко мне вместе с воспитателем мы работали по два человека то есть это иностранец и это обязательно человек который знает китайский кто носитель китайского потому что естественно мы не могли детьми полностью взаимодействовать и ко мне подошла воспитательница с этим джинбао он мне на китайском донес свою мысль она мне перевела что вы знаете джинбао сразу извиняется он сейчас отвыкает от подгузника и он может часто выходить из кабинета поэтому он заранее просит прощения и вот ему хотелось бы чтобы вы особого там внимания не обращали он будет периодически выскакивать ну я естественно посмеялась это действительно ну это мило во первых и он такой он классный парнишка был он очень умненький то есть поэтому он как раз таки с ними сидел он на самом деле очень он очень отличался умом и развитием там занимались бабушка дедушка этим ребенком тут я замечаю что у этого джинбао там на одном из последующих уроков начинают травить то есть когда он встает и что-то отвечает дети смеются они все это делают хором то есть у них там есть какое-то общение я толком не знаю китайского я понимаю эту ситуацию я понимаю что у них там идет какое-то какая-то дружба против этого джинбао а он лапочка он не нравится но такая бусинка маленькая я вычисляю агрессорами это было сделать не трудно потому что он как раз таки заводила он как раз таки от всей группы скоммуницировал с этим джинбао на переменах я говорю своей коллеге что знаешь вот у нас есть такая проблема его травят и надо что-то делать и с одной стороны мне интересно посмотреть как это будет решаться в китае с другой стороны я даже не знаю потому что мы привыкли как когда у ребенка происходят какие-то проблемы особенно у маленького первое что мы встретим это разгневанных родителей то есть у нас априори виноват преподаватель почему не досмотрели почему раньше не выявили но в общем я уже была готова к какому-то конфликту это преподаватель а мне это хорошо я поняла я услышала и вот идет урок я его веду и в очередной раз на джинбао начинают дети смеяться что делает моя коллега она за шкирку обоих берет берет этого джинбао берет агрессор и они выходят а выходят а там просто это я ходила вечерние группы были и бабушки дедушки родители они их ждали как бы в холле она их двоих выводит мне настолько интересно я смотрю в окно что-то будет происходить ставит обоих перед родителями рассказывать эту ситуацию достается в итоге обоим я этого вообще изначально не поняла почему так досталось обоим они проплакались их вернули на урок и больше этой ситуации не было я спрашиваю а джинбао то за что мне его так жалко было искренне ну мы привыкли как что жертву надо наоборот как-то пожалеть обогреть я ее спрашиваю ну как а его за что на что она мне говорит что буллинг это проблема одна как бы обоюдная первое чтобы он не позволял этого делать то есть он должен понимать что он в этой ситуации находится а второй момент очень часто жертвы буллинга впоследствии начинают булить других на которые он должен четко понимать что то что делает этот мальчик это не привилегия это будет наказано и это не нормально поэтому это так и делается потому что если мы начнем одного жалеть другого наказывать он в итоге начнет буллин других детей в этом что то есть что происходит дальше после окончания урока я вижу что стоят бабушка и дедушка этого джинбао и родители агрессора я уже психологически готовлюсь к тому что сейчас наверное будет какое-то выяснение всей этой ситуации ну я уже думаю ладно если что сделают что я не понимаю особо и вида там делать не пришлось я выхожу подходит опять же это учительница и они все вчетвером извиняются перед нами перед учителями передо мной они извинились что был практически сорван процесс урока и ни одного это извинились родители агрессора родители бабушка дедушка джинбао передо мной извинились то что вот такая ситуация сложилась что мне были сорваны несколько уроков от этого страдали другие дети и вообще что мне пришлось этим вопросом заниматься то есть они они напрямую извинились что да мы недосмотрели мы недовоспитали нам стыдно мы приносим извинения я была шокирована но с другой стороны я понимаю что ситуация улажена и я уже я уже четко была уверена что эта ситуация будет проработана еще и дома самими родителями и впоследствии они еще какое-то время будут наблюдать за своими детьми вот это как раз таки слаженная работа всех ресурсов которые направлены на развитие детей это очень классно это действенно мне это очень импонировало и понравилось так что если что можете забирать эту историю и когда какие-то если не дай бог вы столкнетесь негативной реакции родители вы можете смело рассказывать эту историю как поучительную для них потому что по сути когда мы воспитываем детей нам зачастую приходится воспитывать и родителей так происходит коллеги следующая тема она навеянная комментариями именно в моем блоге потому что недавно начался сентябрь и особенно это ощущается после летних каникул когда мы подвергаемся атакам со стороны родителей нам постоянно пишут нам звонят нам это кстати не только родители детей это я работаю со взрослыми сейчас учениками то есть все постоянно на звонке очень много тех кто пришел кто начал обучение кто сейчас запали я их понимаю я понимаю все стороны здесь но тем не менее мы не роботы и вопрос какой как защитить свое пространство как выстроить какие-то рамки как сделать это корректно как себя защитить рассказываю по своему опыту будет классно если вы поделитесь своими какими-то лайфхаками и своими подходами потому что здесь какого-то определенного руководства к действию быть не может как таких случаях делаю я когда только начинается образовательный процесс допустим у меня новый взрослый ученик мы на первом же занятии обоговариваем наши условия коммуникации именно я сразу же говорю что в принципе я открыта 24 на 7 для сообщений это действительно так потому что в неудобное время я отключаю телефон и мне даже удобнее если я просыпаюсь а у меня уже есть какие-то там задания на проверку или же я уже вижу картину это ночью написали извините меня не будет потому-то потому-то я у меня уже слажен день то есть мне не надо ждать пока будет 10 часов дня пока ученики мне начнут писать и я начну только понимать как выглядит мой день это удобно также если ученики хотят отправить какие-то работы на проверку и у них возникли вопросы опять же мне не надо будет потом отвлекаться в течение моего рабочего дня он насыщенный на коммуникацию на проверку сообщений я просыпаюсь у меня есть 40 минут каждое утро в течение которых я разгребаю вот эти все как раз таки коммуникационные моменты но бывают ситуации у меня недавно такая была когда мне пишет ученица в пол первого ночи причем она находится в том же часовом поясе я онлайн я всегда онлайн потому что у меня как минимум ватсап открыт на компьютере на что она мне пишет ну там сообщение вы знаете я вот завтра не смогу прийти на когда мы можем перенести урок я вижу это сообщение но это не мое рабочее время и чем бы я не занималась будь я онлайн спасибо да 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 уже ответили чем бы я не занималась я не обязана на него отвечать я вижу я завтра в рабочее время вам отвечу приходит следующий такой знак вопроса я уже понимаю к чему все идет я пишу добрый день увидела сообщение завтра в рабочее время открою расписание и мы обязательно перенесем урок сердечко на что она мне отвечает но вы же все равно в онлайне почему это не сделать сейчас почему должна ждать до завтра что я и очень вежливо отвечаю вы знаете меня мессенджер открыт всегда я с данный момент провожу время семьей у меня нет под рукой расписание и сейчас ночь давайте мы утром проснемся я посмотрю по факту расписание мы перенесем урок никакого ответа не проследовало я и утром как мы договорились написала сообщение с опциями на что мне просто ответили среда 17 окей перенесли коммуникация дальше пошла нормально мы должны понимать что все люди разные все общаются по-разному и если вы не нарушаете каких-то своих профессиональных рамок то это не страшно вы можете спокойно общаться с вы главное не ханить то есть мы спокойно отвечаем есть вот такие правила общения что делать классно я вообще вот эту стратегию для себя выработала в постурочной связи я отправляю и в постурочной связи я вам прописывают основные правила нашего нашей коммуникации вы можете писать любое время я вам отвечаю в рабочие то есть рабочие у меня там с 10 до 10 я писала поэтому я работаю допоздна если вы пишете в течение дня у меня есть четыре часа на ответ вам так как я веду уроки я не всегда физически вижу сообщение даже если оно у вас отмечено прочитанным потому что они автоматически открываются моем мессенджере и так далее то есть вы можете присылать работы в ватсап telegram я это все прописываю чтобы не было каких-либо дальнейших недопониманий и тогда вы всегда можете сослаться на правила и сделать общение с учеником экологичным что самое главное сейчас ну и завершение я подготовила такую наверное мне мне было интересно это информация про сказка терапии про вообще я хотела про арт-терапию рассказать но я поняла что у меня не получится это сделать потому что я наверное сделаю прям отдельную тему по арт-терапии и как ее именно можно внедрить в обучение особенно со взрослыми учениками ну или уже даже тинейджеры подойдут сюда потому что я поняла там будет много тем там будет нейрографика и вообще арт-терапия и как это все связать с английским поэтому я думаю что тема следующей трансляции у нас есть смотрите сказка терапия очень крутая вещь особенно для малышей у малышей вообще есть большие проблемы с говорением потому что но они сами по себе малышей их тяжело разговаривать и если брать опять же сош насколько я помню не всегда по материалам которые у нас есть можно выстроить какую-то интересную ролевую игру то есть приходится искать что-то дополнительное детям как бы очень тяжело взаимодействовать в рамках каких-либо ролевых установок то есть ты там тот ты там этот вот прорабатываем эти структуры но тем не менее дети даже если они маленькие они тоже испытывают стресс у детей стресс возникает прежде всего из-за школы само по себе потому что их оценивают потому что они в новой обстановке потому что они устают дети устают побольше взрослых от школы поэтому для них это так же как для нас наша работа дети испытывают стресс из-за оценок из-за того что у них где-то не получается выстроить грамотно пока что коммуникацию со сверстниками и сказка терапия это очень крутое решение опять же повторюсь на базе сказка терапии можно практиковать речь если это английский язык я предметник вообще преподаватель английского языка но я думаю что это подойдет и для тех кто преподает литературу и можно мне кажется это можно вообще адаптировать для любого предмета вот даже для математики поэтому я советую кто еще не сталкивался обязательно посмотрите итак как мы можем работать со сказками мы можем подобрать ряд картинок и предложить детям их обсудить я как предметник английского языка я вижу это так если мы работаем с цветами например то картинки должны быть максимально красочные и они должны и вообще сюжет сказки сценарий сказки скелет он должен их побуждать использовать эти цвета в речи если мы знаем что например там это малыши мы там выучили с ними конструкцию иметь то окей мы можем можем взять игрушки какие-то картинки с игрушками вот чтобы там они какую-то сказку придумали как игрушка допустим шла в школу и вот она там находила других игрушек и вот чтобы они их описывали это очень классно они могут сочинить сказку они могут переписать сказку если нам надо попрактиковать допустим правописание поставить у детей они могут рассказать сказку то есть вы можете ее допустим посмотреть мультфильм они могут рассказывать эту сказку как могут здесь главное мы обращаем внимание какие у нас структура в год мы на нее и смотрим а дальше пусть импровизируют пусть не боятся они могут проиллюстрировать сказку вот это вообще очень круто то есть они ее могут нарисовать например вы можете даже сами сочинить какую-то историю со знакомыми словами для детей со знакомой грамматикой и вы ее можете медленно читать а они в это время должны рисовать то что вы читаете это очень крутая практика кстати мы однажды с группой малышей это делали и плюс еще у нас присутствовал психолог это было в россии и я мечтала сказку она была про дружбу я туда вставила таргетировано мне надо было отработать цвета с ними и предметы школьные предметы психолог смотрел опять же то как дети какие цвета они выбирают как они рисуют то есть какие предметы у них больше какие меньше вру это были не предметы это были члены семьи вот и потом психолог собрала эти все рисунки то есть я их оценила именно с предметной стороны вопроса а психолог их анализировала со стороны именно психологии со стороны того как они видят свою семью на что надо обратить внимание родителям это была очень крутая практика и поэтому если вы работаете с группами малышей или вы работаете с детьми даже в индивидуальном порядке вы можете подключать такие практики это очень круто кстати они работают даже в режиме онлайн то есть все что я здесь говорю в принципе оно применимо и в онлайне есть еще такая функция как куклотерапия ее организовать наверное сложно и в режиме онлайн и в режиме даже оффлайн учитывая то что здесь конечно должен должен быть реквизит и он должен правильно быть использован но здесь можно подумать в направлении игрушек и даже если вы работаете с ребенком онлайн он может брать с собой на занятия игрушки и он может про них рассказывать он может придумывать им разные судьбы разные background и на базе пройденного вокабуляра про них рассказывать не секрет что даже взрослые люди они любят говорить про себя как работаем мы ставим какую-то тему мы спрашиваем а как вы считаете а как вы думаете их мнение с детьми конечно такое не пройдет поэтому но они всегда рады рассказать про свои игрушки показать их особенно классно это сделать на первом уроке когда вы знакомитесь с ребенком это практика которая позволяет установить отношения на сто процентов попросите его показать свою любимую игрушку или попросить если у него есть домашнее животное показать это домашнее животное разрешите ему присутствовать на уроке это помогает ребенок начинает вам рассказывать вы спросили за то что ему нравится он начнет рассказывать про игрушку или про животное или там про своего друга и уже дальше он начнет нормально отвечать на все ваши вопросы касательно его личности контакт будет установлен чем хочу завершить эту беседу коллеги я не знаю можете написать мне в личку есть бесплатные материалы по именно буллингу как его идентифицировать и как с ним работать я нашла бесплатные материалы я поделюсь с вами ссылкой пожалуйста также не следует забывать что да мы в основном здесь все работаем онлайн кто-то совмещается оффлайн кто-то нет но мы все онлайн специалисты но тем не менее это никак не мешает нам быть в контакте с нашими учениками быть в контакте с детьми с их родителями мы все равно поддерживаем отношения и мы общаемся и я понимаю мы предметники я понимаю у нас есть цели урока но мы тоже должны мы тоже ответственны за детей которых мы обучаем потому что прежде всего мы педагоги поэтому мы можем и должны интересоваться как прошел день в школе а расскажи вот какая твоя неделя была в школе опиши ее в цветах очень часто кстати я вернусь к этой теме потому что ну действительно она она наверное стоит во главе угла очень часто арт-терапия помогает установить общение с детьми даже если вы родитель дети не хотят говорить 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 и мы это видим дайте ему рисунок и попросите нарисовать просто даже кляксы и на не надо рисовать ситуацию вот пусть он нарисует кляксы пусть он нарисует кружки разными цветами есть куча материалов по анализу арт-терапии и если вы видите что это нужно вы можете почитать их сами если вы видите что действительно там что-то есть нужно обращаться к психологам нужно поддерживать детей и поддерживать друг друга коллеги я надеюсь что это было интересно я была очень рада вас ощущать не видеть но ощущает ваше присутствие в следующий раз да я думаю мы поговорим про арт-терапию и подберем еще какую-нибудь актуальную тему больную тему вы можете в комментариях писать что вам интересно что вы хотели бы обсудить и мы уже непосредственно подберем для вас подберем интересные темы мы их обсудим также не стесняйтесь делиться своим мнением потому что здесь все уникальные специалисты у нас вообще коллегия преподавателей и вот из всех моих знакомых и и в россии и в европе кто работает у нас коллегия очень сильная поэтому давайте делиться общаться и помогать друг другу всех обнимаю увидимся в следующем эфире сейчас м м Продолжение следует...